От кафе «Катамаран» через парк к речке Анапке межведомственная комиссия проверяет санитарное состояние парка, законность торговли и оказание услуг. По правилам торговли продавать и выкладывать товар можно только в павильоне. Парк предполагает аттракцион и первый аттракцион неслыханной наглости от жительницы Камерона. Хороший разговорный русский женщина объяснила, учится в Краснодаре, будет медиком. О том, что косички на улице заплетать нельзя, будущий медик якобы не знала. Документов у иностранки нет, разрешения на работу тоже, но свои права Камеронка отстаивала эмоционально и громко. От законной полиции мастер африканских косичек попыталась скрыться. В парке импровизированный салон связи, тумба и сим-карты всех доступных операторов. Отдыхающие покупают комплекты связи. Мне по дороге, я бы купила ее с удовольствием. Если бы попалась мне по дороге, я еду сюда, она мне попалась, я ее взяла. Удобно, но от обмана и мошенничества страховки нет. И кому потом предъявлять претензии по качеству услуг. Переполненная мусорная бака, некошенная трава, мусор у каждой скамейки, бутылки, окурки и пакеты. Вот так выглядит сегодня детский парк. У семьянник дитя без глаза. Если хозяева и арендаторы торговых точек не смогли навести порядок сами, комиссия принудила. Были выявлены факты очень большого количества мусора на территории. Определено на сегодняшний день, что собственники данных территорий, собственники получили конкретное указание четкие до определенного времени навести санитарный порядок. То есть полностью упорядочить график вывоза ТБО. Заключение еще раз официально договорных отношений с предприятием, которые заключили на вывоз мусора. И вывоз ежедневно, освобождение мусора из урн. Такие рейды будут проводиться регулярно, обязательно. Это два раза в неделю. Обратная сторона медали тот же парк, но со стороны речки Анапки. Чисто аккуратно дорожка выложена плиткой. Приятно посмотреть и прогуляться. Наталья Пухальская, Александр Кореневский, Игорь Куршаков. Анапа. Регион.